Добро пожаловать на канал Минкес, с вами Лисаран и Ян. Мы сегодня будем с вами играть в игру BTS Superstar. Думаю, все они уже знают, абсолютно все армии. А если вы не знали, то вам должно быть стыдно. Шеймитесь. Просто. Игра довольно-таки сложная. Особенно на хард уровней. Это просто жесть. Да, чтобы вы меня не доставали, где ее скачать, ссылку я оставлю в описании. Просто очень легко скачать. Не надо, пожалуйста, спрашивать, как. Мы сегодня с братаном решили посоревноваться, кто из нас больше выбит. С братаном, как с ботаном, значит. Ай, да. Не... Такие, знаешь... Подстеб. Подстеб на подсознательном уровне. Ладно. Да, с братаном решили поиграть на очки. И во время того, как он должен Илья играть, мы будем друг друга отвлекать болтовнёй. Дурацкая абсолютно болтовня. Не важно, что это за болтовня. Дебильные вопросы. В общем-то, да. Оставайтесь с нами, а мы начинаем. Йес. Сейчас я тебе как выберу песню, чтобы тебе сложно. Ты выбираешь, я играю, да? Да. Ой, блин. Это сложно. Вообще, на самом деле, играю в эту игру. Мы будем постоянно играть на норму, потому что, ну, это слишком легкое. Изи. Слишком легкое. Хард слишком сложное. Сейчас побегу пизать его. А, логики. Я готов просирать. Ян, когда ты перестанешь хейтирить всех этих... Эксо? Я не хейтирую, я критикую. Критика и аксёр — это разные вещи. Да не ври ты. Ты врёшь сам себе. Неправда. Не надо противоречию, но... Да что ты... А почему ты... За что ты так делаешь? Потому что он отвратительно играет. Мне бесит, когда любят те, кто отвратительно играет. Блин, это отвлекает капец как. Ну, он же милый. Он урод. Я не его круче. Я не хуже, чем он. Так, у меня вопросы закончились. Ты хочешь создать свой француз? Нет, никогда не хотел. И никогда не буду. Возможно, если меня ударит молния... Блин, это так тупо звучит. Не могу разговаривать, когда я о чём-то занял. Сейчас просто ливу. Низ-с-с. Блин, не люблю вот эти кликеры всякие, потому что я в них отвратительно играю. Блин. У меня сейчас, наверное, мега напряжённое лицо, да? Такой прям... Очень напряжённый. Смотри, никак не смотри. Я за... Фу, я за кой? Ой, я вообще в жоке. А как ты ещё прошёл? Фух. А как ты прошёл? Я думал, я просру, честное слово. Как он сделал это? Одна звезда? Да блин. Ну, дай я тебе похлопаю. Ну, хоть одна. Ля, я... Ну, зато... Рема, ладно. Ну, всё, готовься. Я ещё... Блин, я ещё себе такую выберу. Save me, save me. О, о. Нет, нет, нет. По-моему, она лёгкая. Слишком сопливая. Ммм. Он не выбрал доуп. Чора, короче. Чора, чора, чора. Ух. У меня сейчас личный вопрос от меня лично. Попробую на него ответить. Почему все девчонки, которые есть в кей-попе, ненавидят бабские группы? Эм... Подожди. Что за тобой вопрос? А почему ты так думаешь, что они ненавидят? Извини меня, нет. Они их просто презирают всячески. Почему это они делают? Ну, мне кажется... Если честно, то, возможно... Я пропустила! Я пропустила! Нееет! Эм... Цок, цок, цок! А вопрос? Да. А потому что... Блин, трудно... Они... Это... Ну, это самое... Они не хотят, чтобы эти девочки полюбили других мальчиков, кей-поперов. Это какой-то разбор... Не кей-поперов, а айдолов. Ой, я хотела сказать. Это какой-то разбор из стиля, откуда берутся дети. Чтобы они не полюбили мальчиков, эти девочки. Хорошо, ладно. Почему ты танцуешь, как бревно? Хе-хе-хе-хе... Подождите! Хе-хе-хе... Отвечай, давай! А... Потому что... Ну, моя семья — это лес. Ага, хорошо. А... Как ты реагируешь на хейт? Да мне сразу. Угу. Ну почему ты работаешь как-то вот, как тебе, блин, сказать, написали в комментариях, забыл. Я хотя бы две звезды заработаю. Спасибо, спасибо за две звезды. Ну ты прям на первый вопрос три часа отвечала. Так, понимаешь, как трудно сосредоточиться, как бы. Скажи, пожалуйста, а как ты относишься к тем людям, которые возненавидят твою теорию? Ух, ух, сложный вопрос, потому что, с одной стороны, да, возможно, я не прав, но с другой стороны, я их просто ненавижу. Мне кажется, это реально злые очень люди, которые мне указывали, что мне делать и что машина из Ран была. Блин, это очень меня выбесило. Мне кажется, больше не нужно тебе задавать вопросы, ты сейчас на всю песню растянешь эту тему. Давай, дальше что-нибудь поинтереснее. Как ты думаешь о тех людях, которые писали, типа, «Нифига, это все Дэмиан, это все из Ран, это все из...» Хочется им задать вопрос ответный, типа, «Откуда этот вообще Дэмиан взялся-то в их головах?» «Кто им его убил?» Я понимаю, что там, типа, бить... Блин, ладно, хорошо. Давай, держите. «Старт ту дэнс». «Над тудэй». «Как там тебя называли?» «Подожди». «Бревно». «А, подожди, ты...» «А, ты у меня решила это расспросить, да?» «Да». «Сейчас, дай». «А, как тебя называли еще под твоим ковером?» «Ковердэнс, например». «Ой, знаешь, меня разно называют, типа, «не хватает движений, ты какая-то скованная, ты...» «Наглоталася...» «Это ваше». «Да-да-да, такое, возможно, тоже написали, но я просто не видела еще». «А, может, и писали, кто его знает». «Ты какая-то стесня... Ты закомплексованная!» «Да-да-да, мне вот это писали, я не знаю». «Так вот, почему ты закомплексованная?» «Оно все-таки лицо у меня страхолюдное, поэтому, ну, очень было страшно, как меня же люди другие оценят». «Ай...» «Я думаю, неправо. Ты могла бы поплавнее движения делать». «Ну, да. Особенно вспомнят они свой этот...» «Губок?» «Губок, господи, там, блиннецо какое-то». «Я не знаю, я вот когда вот пилял дерево, вот реально, оно вот когда вот падало, оно реально тряслось намного плавнее тебя, серьезно, я вот честно тебе говорю». «Потому что, ну, я думаю, что комментаторы реально правы». «Спасибо, ты всегда скажешь правду мне». «Да, я никогда не скрываю правду». «Вопросы закончились?» «Вот реально, ну, почему у тебя скованы движения? Без приколов». «Ну, потому что я не айдол. Логично?» «Ну да, но они это требуют как от айдола. Почему они...» «А почему они меня от этого требуют?» «Мне кажется, потому что они хотят...» «Не хотят больше никого видеть, кроме айдола перед собой». «Вот это реальная причина». «Да? Ну, это их проблемы». «Сейчас, короче, он будет проходить этот левел и поднимет меня на пятый уровень». «Кстати, напишите в комментариях, на каком вы уровне. Это очень важно, напишите, чтобы я...» «Вы написали там, я на, допустим, на десятом или пятнадцатом уровне, и я такая сижу и вам завидую». «Так, кстати, помнишь, как мы с тобой данный включили? Вот эти...» «Да, помню. «Ты еще движение запомнил?» «Ой, у тебя смешно одно движение, как у бревна получается, я помню». «Нет, на самом деле движение я не запомнил, честно скажу. Я уже забил на блокпетерс. Я раньше хотел его выучить, а потом что-то забил». «Я помню, как ты 17 хотел выучить». «На самом деле я не хотел его выучить, я хотел попробовать, смогу ли я так. Но на самом деле я не смог». «А скажи, как это... это... блин». «Кто тут хуже разговаривает, тот, который...» «Каких участников Эксо ты запомнил с прошлого раза?» «Ка... блин, сложный вопрос. Накрена так...» «Имена их, давай, говори». «Давкай, член и...» «И этот, как его, господи». «Ну, чё, Нёля, я знал, в принципе, до этого...» «Блин, ты шо, мне пятый уровень не принёс? Я не понял». «Подожди, сейчас я, может, добью до пятого уровня левела. Подожди, подожди, не надо паниковать». «Кстати, как я начала играть в эту игру, мне понравилось тут уже две песни. Одна из них по джоке, которой сейчас я буду играть». «Блин, она такая классная». «Короче, я буду тебе задавать блиц-опрос. Ну, самый обычный блиц-опрос. Быстро задаю, быстро отвечаешь». «А если не быстро, шо будет?» «Намного быстрее нужно, то я буду тебе щекотать. Давай». «Ты что, не надо». «Как называется эта игра?» «Superstar BTS». «Отлично». «Драется ли тебе треки Стива Охи?» «Эээ... нормально». «Как ты думаешь, когда у тебя будет 150 тысяч?» «Ой, наверное, летом». «Ты хочешь трансляцию на 150 тысяч?» «Конечно, очень». «Как ты думаешь, сколько придут людей?» «Наверно, тысяча». «Чё, так мало?» «Ну, не знаю». «Окей». «Любишь ты кофе?» «Нет». «Я тоже не знаю». «Как тебе эта песня?» «Очень нравится». «Блин, пропустила». «Будет ли она за блестки?» «Конечно». «А почему?» «Потому что она мне нравится». «Что за вопросы?» «Занимаешься ли ты спортом?» «Нет». «Можешь ли ты, как Чиминь, встать на невидимое препятствие?» «Но если постараться, то смогу». «Веришь ли ты в то, что кто-то может так же?» «В комментариях за один раз». «Что-то я вот честно не верю тем комментариям, которые пишут «Я у меня с первого раза получилось». «Я тоже не верю». «Если кто не понял, зайдите в мой инстаграм и посмотрите предпоследнее видео, где Чимин становился на невидимую стулку, я не знаю». «Короче, подписывайтесь на наши инстаграмы». «Между прочим, да». «Все, я уже на пятом уровне?» «Да, кстати, я уже давно на пятом уровне». «Карта, карточка». «Давай, ставки». «Мне кажется, что это Ви». «Это Чонгук». «Чёрт, не уходал». «Ну, ладно». «Зато СС – самая позорная карта». «Да, ну они и так все позорные». «Их, конечно, очень мало сейчас, 45 карт». «И из них самая лучшая – это, конечно, с Джином». «Кстати, кстати, а у меня три золотых карты выпало совершенно случайно». «Да». «Ему выпало три золотых карты». «Как?» «С Чонгуком, по-моему, золотая карта». «С Рэпмоном, ещё с кем-то». «Три золотых карты». «А у неё одна, у меня уже 50 штук». «Хотя мне игра не особо-то интересна». «Понимаешь, в чём секрет?» «В общем, ребята, буду я очень сильно задротить в эту игру. «И посмотрим, что из этого выйдет». «Хочу дойти хотя бы до 20 уровня». «Пишите свой уровень в комментариях». «Да, обязательно напишите свой уровень в комментариях». «Напишите, какие у вас есть самые крутые карточки». «Сколько у вас?» «Похвастайтесь карточками, сколько у вас карточек». «Также напишите, какой у вас самый большой рекорд по выбиванию очков». «Ну и всё, в принципе. Спасибо, что посмотрели эти видео. Подписывайтесь на наш инстаграм, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся. Пока!» «Goodbye».